В Центральном сквере Верхнедвинска здесь 8 героев Советского Союза и все уроженцы этих мест. Района с населением всего в 22 тысячи человек. Земля героев. И вот Троян Надежда Викторовна, кто она? Легенда советской разведки в 22 года, получившая высшую степень отличия и объявленная личным врагом Гитлера. Костел, типичные еврейские дома. В 43-м половину жителей района нацисты угнали в концлагеря, треть расстреляли и сожгли. Карательная операция «Зимнее волшебство». Архивы тоже уничтожены. И где жила семья Троян, уже не установить. Но своими корнями Надежда всегда гордилась. Троян перекладается в ее разумении, как трезубец. Трезубец – это знак явничества. Взрыв, подорвавший основы рейха. Убийство Вильгельма Кубе. Ярва – нациста, ближайшего соратника Гитлера, назначенного Гауляйтером, главой оккупационной власти. Мина была заложена между пружинами матрасов в спальне. Только сейчас ФСБ России рассекретило название уникальной спецоперации «Драматург». Это была казнь палача Белоруссии. Кубе зверствовал. Он был буквально извергом рода человеческого в своей ненависти, в своем желании истребить народ. Это интервью записано спустя полвека. Троян – успешный хирург, директор НИИ санитарного просвещения, выпускница первого медицинского имени Сеченова, где теперь открыт историко-патриотический центр «Жизнь, отданная людям». Надежда Викторовна беседует с женой Шаха Пихлевиц. Дело в том, что в Тегеране был госпиталь Советского Красного Креста. Как председатель этой организации она много ездила по миру. И за свою деятельность была удостоена Ордена Красной Звезды уже в мирное время. Эта сторона ее жизни долго была совершенно секретной. Она продолжала содействовать первому главному управлению КГБ СССР, то есть Советской внешней разведки, в решении тех задач, которые стояли и стоят перед разведкой по обеспечению безопасности нашей страны. Перед войной Надежда перевелась в Минский мединститут. Отец получил здесь работу. Когда пришли фашисты, только небо осталось свое. Это из ее воспоминаний. Мама сама стала вести свою войну. Она не сдала радиоприемник, хотя фашисты требовали этого. Писала листовки с информацией о том, что происходит на фронтах. И расклеивала их. При Кубе в гетто и концлагерях были уничтожены до 800 тысяч человек. На детских фабриках смерти из малышей выкачивали кровь для раненых гитлеровцев. Сцены из советского фильма «Часы остановились в полночь», где Куба раздает конфеты детдомовцам перед расстрелом, долго считалось режиссерским ходом. Но реальные события и подвиг Троян сильнее любого сценария. Давай мы берегем конфеты, это уж слишком. На таких контрастах проверяется воля. Теперь я знаю, что могу все. Троян блестяще владела немецким. Подслушав разговор патрульных, предупредила подполье о готовящейся облаве. Когда вот она проявила себя как информатор, она вызвала доверие. Ну и потом сразу видно же было, какие у нее способности. В партизанских листовках Кубы называли «зверем», а в оперативных сводках советских спецслужб «кабаном» за животное чутье на опасность. Охоту на него вел десяток отрядов 4-го управления НКВД СССР, в том числе и бригада дяди Коли, капитана Петра Лопатина, куда входила Надежда Троян. Было предпринято 10 попыток, неудачных попыток уничтожить Куба. Ничего не получалось. Тогда вот ей поручили найти того, кто имеет непосредственно, поблизости работает с Кубой. Надежда мастерски убедила горничную Кубу участвовать в смертельно опасном заговоре. Некадровая разведчица и неопытная чекистка, но именно она нашла брешь в непробиваемой броне фашистского кабана. Риск срыва спецопераций был так велик, что партизаны подготовили две мины дублерши. Вторую мину должна была доставить Надежда Викторовна Троян. И эту мину она спрятала в корзинку, где стоял праздничный торт. Имя Надежды Троян будет присвоено одной из улиц в Москве. Назовут в ее честь и школу на родине в Верхнедвинске. Согласие семьи уже получено.